Привет, любимый зритель! Ты слышишь Алексея Халецкого, это значит, что ты на канале Лёша играет, и смотришь продолжение прохождения на последнем уровне сложности Seedmere's Civilization Beyond Earth. Так что привет вам с далёкой планеты! К сожалению, так и зависла игра, мне пришлось заново предыдущий ход переигрывать, так что если какие-то... Ну тут минимальные будут отличия на самом деле. Опять же, смотрим, вот, ход Африканского суда, начался ход, слава богу, но это, видимо, мне не поможет сохранить Сайру. Ну, зато мне тут автосани остались, я, наверное, сейчас, да, Сайру захвачу, но я, видимо, её сейчас отобью, самолёты спасены. Я думаю, что... Ну, к сожалению, придётся заново те же ворота строить, но это... По мне так не страшно. Плюс к тому же я ещё маяк продолжаю строить. Это... Непланетяне арабов, что ли? Мочкуют слегка. Если перенести нейронную активность индивида со всеми... Вот это самый мощный, на самом деле, юнит, посмотрите, он требует 5 ферокситов, 5... Без шансов, мне кажется. Ну, у меня есть 8, то есть я один могу построить, так что... О, самолёты, во-первых, улучшаем финально. Дополнительный перехват нафиг надо, а вот понизящий урон юнита, плюс 30%, это да. И ангел. Чем отличается истинный ангел от улучшенного? 30% к атаке и так будет. Так, 50%, если рядом нет дружественных юнитов. Давайте вот если нет дружественных юнитов, плюс 50%, потому что... Почему не могу подтвердить улучшенного? А, я не выбрал. Потому что он очень дорогой, вряд ли я буду... То есть он мне как этот, как большой человекоподобный робот в... 6-й циве будет использоваться. Он будет только из самого последнего уровня. Серафимы. Все, Сайру отбиваем. Тут сейчас явно подлодки есть, сейчас мы их увидим. Найду, когда я подберу и их убьем. И начнем наши города отбивать. Раз подлодка. Два подлодка. Вот, отлично. Для вас самолет... Нет, вообще они как раз у меня самолеты против раненых, да? Работает, поэтому давайте сначала урон нанесем. А теперь... Проатакуем. Проатакуем. Ура. Ура. Построенные. Проатакуем. 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 Никаких юнитов африканских, так что я думаю, не будет проблем эти города захватить. Так, сейчас будем добивать подлодочки. Ну, еще недостаточно, конечно, далеко. Самолеты летают, но больше они уже не улучшатся. Хотя есть набор артефактов, который может их улучшить на самом деле. Так, по идее, Сайра не может быть захвачена, потому что в зоне контроля не могут уже подплыть. Разграбим караванчики. 7 энергий, не то чтобы много. Так, в Сайре на рост и на защиту давайте. Вообще должны быть уничтожены все здания на защиту, которые были. Плюс 5, плюс 20. Ну, пока так. Пока так оставим. Новый торговый путь. Нет, не хочу. Что нам дальше исследовать? Ну, тут уже больше просто некуда. 14 уровень. Так что чисто не знаю. То, что нам хочется. Я бы вот оборонный периметр, например, открыл бы. Ну, здесь к миазме мне уже не нужен. Опять туда. Это все открыто. Левитационный танк. Энергия от всех улучшений мор... О, колодца. Да, можно. Это неплохо. Плюс к науке от рабочей баржи и к исцелению всех юнитов. Да, давайте. Биологию можно открыть. Улучшение дна. Пока так. Спецагенты давайте во Фриланд спецагента назначим. А новичка? Вайян. Ну, просто тут подсвечивать. Так. Туриевый реактор. Давайте ксенотопливный. Энергия. Энергия нужна. И штаб. В пране. Гневливый закончили. Давайте еще вихрь. Лаборатория. Вихрь. Вихрь готов. Гневливый. И в столице... Давайте ангела сделаем одного, пока у нас фероксид есть. Тафрику снесем, я думаю. Ну, тут араб, надеюсь, с этим воюет. А вот, смотрите, вот это огромный скелет, с которого начинается квест весь. И, по-моему, по истечении квеста, вот если мы реально найдем все эти еще четыре биопсии проведем, то просто вокруг всех скелетов будет улучшенный выхлоп еды и производства. Так, вот тут не доделаны. Ну что, африканец, я думаю, что армия-то уже к концу подходит. Ну да, атакуют и с этого города, и с этого. Потом, наверное, юнитон проатакуют. Ну, господин, одного отвлекли. Нормально меня устраивает. Все? Окей. Мой орбитальный зону, ну да, у меня. Вообще нету орбитальных юнитов, по-моему. Кажется, зря. Вообще, вот как-то не использую я эту... Этот слой стратегии, если так можно сказать. Блин, усилилась. Так, вот, первых. Давайте дальше промышленность. У меня здоровье и так немерено. И вот тут надо что-то два открыть в последних. Здоровье мне не надо точно. Упадок здоровья сокращать тоже не надо. Как каждое улучшение фабрика, я ими не пользуюсь. Орбитальные юнты, ну, 50% предположим. Ладно, давайте это возьмем. И у меня вот еще что-то одно надо будет открыть, чтобы третий бонус синергии получить 10% вообще ко всему. Это буквально 5 ходов. О, могу захватить, да? А вот у меня есть один спутник дальней связи. Пропускаем. Подплываем. Подплываем. Видимо, контактом буду побеждать, судя по тому, что скоро маяк закончу. Неохота мне город захватывать, пока там юнит есть вражеский. Ой. А их тут много, оказывается. Боюсь, мне там немножко проведят мою армию. Только один, наверное, юнит смогу убить. Эти самолеты, похоже, не дотягиваются. Ну, до огня не дотягиваются, но я не хочу вас захватывать. Они же отобьют обратно. Сразу. Я сниму защиту. То есть, давайте я отключу уже анимацию. Просто мне кажется, из-за анимации у нас, ну, очень долгое ходы проходят. А так, оп, будет. Я думаю, уже все анимации насладились. За столько-то серий. Так, уже некуда стрелять. Ну. Ладно, это пускай лечится. Вот это переброшу в Сайру. Этого в Сайру. И вот этого в Сайру. Да ищем, куда мы где вот эту группировку должны уничтожить. Науки похитили, энергии похитили. Ну, блин, а со мной никто там мир не хочет заключить? Хутама. Нет, не хочет. А, Аравия. И Аравия не хочет. Ну, у Аравии там надо... Еще пару городов сжечь. Науку. Энергию. Так, я думаю, что мне уже достаточно юнитов. Литейный завод. Сеть эхолокаторов. Не, на всякий случай надо сеть эхолокаторов. Тут, понимаешь, рядышком могут напасть, ребята. Централи может и не надо, но я сделаю. Не так быстро города просто падали. То совсем грустняло. У вас анти точно надо. Ну, плюс 5 нет. Оборонный периметр. Да. И в Джаведе. Так, значит, не захватываю пока. Ой. Вот это я преново заехал. Зато я теперь знаю, что вот африканец этой стороны явно на Централ идет. Не знаю, зачем мне это знание, правда. Так, с этими самолетами я походил. Да. Лечиться будем. Отомстил за своего исследователя, которого укатали. Ну, немного отойду с этим юнитом. Сказать, другого фонда атакуют. Два хода, все осталось. До земного ландшафта, отлично. Так, здесь максимальный коэффициент энергии. Пейм-8. Ну, да, вот он. Самый вменяемый, который был до этого. Так, ну что. Ну, мне кажется, тут кого-то мне убьет. И вот тут, скорее всего, точно убьет. Ага. Она так и есть. Лучший способ пережить перестрелку нынешний... Так, появился вихрь у нас тут, следующим ходом косри упадет. Ну, сначала с огнем надо разобраться. Забираем. Эти четыре юнита надо убить. Желательно их делать ранеными. Вот, точно налетает. Так. Так. В минус один. Минус два. Минус три. Ну, как я вам и говорил, эта группировка умрет. Кстати, обратите внимание, как быстро вылечился юнит, потому что тут этот был стадион-рубеж. А, какой стадион-рубеж? Клино-массовая баня. За счет нее очень быстро юниты все лечатся. А эту... Эти сани, давайте сюда отправим. Плюс два. Конечно, плюс два к производству. Мне сам посетить там, не нужен уже. Начинаем посмотрим, где убили. А, нет, я ошибся. Там мне не убили как раз ничего. Пожалуй, тут отъедем пока. Мне, наверное, не нужно агентовать, попробуем. Там, так, кражу науки, продолжим. О! Таматар Джаме Баре восстанавливает коммуникации с землей. Это он начинает... ээ... Освобождением, по-моему, пытается победить. Нет, это у меня врата освобождает. У нее земля обетованная. Спутник. А, ну я то же самое примерно. Но я вот скоро проект маяк закончу. Только мне тут осталось два хода. Продолжение следует... ну да сраясь и доберутся то это уже совсем значит все упало уже ой тут как-то больно бьют по лицу прямо пожалуй от едем а на самом деле города больно стреляются про им и 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 блин блин не ходил бы этим юнии мог бы захватить город ладно блин надо было этим сюда плыть ну тут сейчас сейчас африканец просто всех городов своих лишиться не знаю на что он надеется и зачем в общем и где у них служили и а ну вот эти ладно это видимо вот те которые два двое автосаней которые вот сюда в тыл заехали естественный отбор эффективный процесс органической оптимизации но он слишком не стоит и 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 так ну конечно сначала юниты уничтожать разрушаем не хочу я хранить эти все ну блин а раптер приплыл ты напряженный они все напряжены так и и и и и и и и Не долетают. 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 только я подплыл захватывать как компьютер так просто чувствует где юниты мои находятся да насколько сильная армия тут но я по идее сильно должен захватить прямо сейчас а нет хватает 1 1 удара не хватает видите жаль шаль серьезный для мне тут я могу и третье построить типа турбины например рабочими но но зачем ух ты тут и показать кто-то тут был какой-то им почему ты не хотел сюда плыть так я думаю что он так косри будет еще гореть огни вряд ли уже захватят поэтому можно перебрасывать сюда да блин две энергии энергии мало да что то я сейчас у меня энергии проблемы я бы какие-нибудь договора на энергию бы сделал у меня большое содержание конечно юнитов сейчас идет эти я удаляю рабочего это два золота вход например но тем не менее где мне брать энергию непонятно вот помните был квестом над но я бы если взял тут тысячи я бы я что-то другое потратил не на одно так на другое надо атакую 2 юнита минус где тут похоже плюс один к радиусу это круто ну откуда он она попала брин ну к пищи не так пищи выше шуме уже культуры эту знаю некуда девать да тут внизу а еще и здесь 4 и и и и и и и все разрушаем ты за счет черт меня видно тут какая-то подлодка что ли есть похоже на то что есть подводка они могут вообще плыть мой сигнал разрушать интересно и надо видимо все проекты на кражу энергии делать да ну флот арабы тут тоже готов хотя арша но этим двумя юнитами наверное все таки не должен захватить и кого знает на самом деле все на оборону строю так какие все тут чудеса плюс одну к науке вообще ни нафиг не надо уже тоже не надо оказывать небольшое положительное ворот освобождения начнем строить не знаю как чтобы вот сюда и чтобы меньше долбали его и и их видите там что-то своровал где-то и вот куда-то появилась энергия интересно если я запущу потратив тысячу у меня в минусе будет и будет не хватать он выключится что ли за надо будет тысячу тратить просто просто интересно так уровень совершенства о еще один то хутама уже да ладно арабы все таки захватили этот ой напряженные какие то есть два юнита у них оставался и решили их потерять нафиг так давайте попробуем с этими артефактами что-то сделать квантовая политика чудо плюс 15 к скорости приобретения ну прикиньте вот в начале было бы как круто это взять а сейчас она нафиг надо так он спектральная обсерватория плюс сток производную это мы уже по-моему проверяли и она по-моему так нет видите тут если другое то другое будет экстракт антисна плюс 50 процентов скорости создания рабочих тоже не надо города могут обстрелить врагов сквозь препятствия ну давайте сделаем это хоть что-то так хорошо отбили ну этих инопланетян полечимся этим одним про такую так все теперь я думаю что мы полностью отбились и наоборот перешли в нападение вот тысячи есть так в общем надо везде ставить кражу энергии кражи энергии назначаем в тюньей я начать там где выше интрига чем выше интрига тем больше шансов и нету нифига больше шансов спереть ну знаю давайте гармонию поднимем так а тут последнее примем обучающие центры и 10 процентов ко всему вообще на войну ничего не брал а столько воевал блин может все таки арабы персоной мир заключат но почему почему так пробуем включить маяк 30 ходов да вы прикалываетесь а это ускорить как-нибудь можно или без шансов или без шансов эти шансов энергию грубо говоря мы ее не повысить не понизить не можем она не исследователь уже Слушайте, давайте проще поступим. Я не думаю, что тут будет что-то дальше интересное, потому что тут очевидно я доминирую и 30 ходов я не думаю, что вам будет интересно. То есть я уже африканца победил. Это опять же очевидно. Осталось 30 ходов прощелкать по-хорошему. Кто мне может помешать, только Палистралия, но я настолько прокачан, что к этим можно и уже не удалять рабочих. Можно дальше продолжать всякое строить. Что я отобьюсь от любого нападения. У меня явно самая сильная армия тут. Самая продвинутая. Давайте даже дипломатический обзор посмотрим. 15 уровня превосходства арабы только. У меня вообще по всему продвинуто. 15 уровень африканцы, 15 хутамай, 15 лодин. но это они дошли вот до своих уникальных. А гибридное развитие более сильное. Так что я думаю, что... Ну, сейчас вот смотрите, африканцы этот город обратно заберет зачем-то. А нет, не смог. Зоны контроля были. Ну, убил один юнит, господи. Поэтому давайте я просто... Я еще эти буду ворота строить, но они тоже долго строятся и их ускорение зависит. Видите, 10 ходов они еще будут строиться, потом туда еще юниты отправлять. Это реально долго. Поэтому давайте я тут приостановлю запись и включу уже к победе ближе. Небольшое включение посреди войны. Тут мне уже все войну объявили вообще практически. Ну, конечно, все со всеми воют на самом деле. По-моему, эти все все воюют со всеми. Тут красненько означает с кем какие отношения. Все воюют со всеми. На данный момент я уже практически забрал африканца. Из тех, кто на меня нападал, Китая уже не видно. Я думаю, там с Палистралией. Вот только Элодия периодически набегает. Но я тоже не вижу на самом деле, как она тут может какие-то города забрать. В принципе. Так что вот так. А тем временем я врата освобождения построил для победы превосходством. Термина на тысячу боевой мощи отправить боевые юниты. Мы слишком поздно поняли, что не факт, что стоит мне это делать. У меня тут только осталось до победы контактом ходов. 18 ходов. в принципе, кстати, превосходство мы могу и быстрее это сделать. пока. С другой стороны, я воюю. То есть самые дорогие, как я вам говорил, это ангелы. Если мне не изменяет память, когда я раньше играл, это самые дорогие юниты и они больше всего будут давать очков. Но вот давайте попробуем, не знаю, этих забияк отправить в ворота. Кстати, только военные юниты работают. И посмотрим, не знаю, вихри вот эти. если они тоже будут много очков давать, то я просто построю в близлежащих городах вихри и попытаюсь победить. Ну вот, наконец, и финишная прямая. Прямо я вам скажу вот эту последней серии две, которую я для вас записывал. Это было мучение по той простой причине, что игра постоянно вылетала, крашилась, какие-то проблемы. Я много прочитал форумов, это явно из-за того, что у меня десятая винда, то есть неоптимизировано. Я знаю, я запускал с ярлыком, чтобы совместимость с седьмой виндой было, там какие-то еще вещи делал, то, что люди советуют на форумах, тем не менее, очень тяжело идет это все дело, периодически краши, пропадание картинки и так далее, тем не менее, я довел до конца, чтобы показать вам победу, причем я могу сейчас победить аж двумя победами, вот у меня один ход до контакта остался, видите, остался один ход, и 149 боевой мощи отправить через ворота, вот сейчас я одного отправляю ангела, он больше 100 очков дает, на самом деле, и вы увидите, что до победы осталось 47 баллов, к сожалению, я только один юнит могу отправлять в только один юнит могу отправлять за один ход, так, а где еще один ангел был вроде, ну, не важно, то есть, следующим ходом вот этого первоклассного нанорой, этого тоже должно хватить для победы, вот, еще тут Кутама приплыл, сейчас будет очевидно мне следующим ходом объявлять войну, чтобы Сабду захватить, но мне пофигу, что он маяк, даже если он захватит Сабду, хотя я в этом сомневаюсь, может превентивно даже ему войну объявить, поубивать вот эти ему штуки, ну, и, конечно, Африку, я чисто не выношу Африку, потому что у меня нету наземных юнитов здесь, вот эти города позахватывать, это он мне по миру, это он мне предложил мир, отдал все свои города, и потом через два хода опять объявил войну, такое, так себе, ну, сейчас посмотрим, видимо, финальные ролики, но еще раз, повтори, вот мне нравится в Биом Торс играть периодически, я, когда начал записывать это видео, думаю, что-то я так редко в него играю, а потом вот к концу вспомнил, что тут очень много технических проблем на самом деле, и во многом игра не сбаланная, то есть, вот, они ее сделали и по-хорошему забросили, она не стала популярной, потому что она вначале была довольно обрезана, без дополнения Rising Tide, а потом просто куча технических проблем еще больше, чем в пятой циве, в общем-то, игру похоронили, так, ну давайте глянем, будет ли Хутама объявлять мне войну, ну, как видите, компьютер тупо знает, куда ему, нет, он оплыть решил, тупо знает, куда ему плыть, то есть, вот эти штуки можно, кстати, уничтожить, если приплыть и атаковать, вот тут я Африке врата исхода вот уничтожил, если тут нету хитпоинтов, если они уничтожены, соответственно, их надо сначала отремонтировать, чтобы туда что-то отправлять, ну и все, я, а, кстати, я еще превосходство мы не побеждают, еще надо создавать поселение землян, а, нет, это другое, это другое, а вот это контакт, победа контактом, главный вопрос, одни ли мы во вселенной, наконец-то получил ответ, нельзя было предугадать, кого или что мы обнаружим, но мы знали, что готовы к этому, как представители своей планеты, своей расы, своего вида, мы смело делаем шаг вперед, чтобы поприветствовать собратьев и занять свое место среди звезд. даже не показали, кто, кто наши собратья, ну, сейчас я хочу посмотреть, реально ли мне хватало еще, и вот, я еще и ворота для земле обетованной построил, чтобы послать, но это, это победа праведностью, через эти ворота где-то они, это победа превосходства, вот это праведность, через эти ворота тоже отправлять надо, но тут уже, по-моему, типа рабочих, не военные юниты, а обычные, если я ничего не путаю, вот, сколько мне здесь не хватало для победы освобождением, 47 очков, посылаем, наверное, наверное, оно не обновляется, когда уже одна из побед достигнута, а, 35, да, значит, не хватало бы, ну, у меня вот еще два ангела стоят, я бы победил и такой победой, в общем, такая партия получилась, наверное, длинновато была, но я последнюю часть, реально, в последней части просто уже ничего интересного, серьезно, было пушено, это как сбиение младенца тут этих африканцев, тут мне все войну объявляли, но, опять же, у меня столько юнитов и силы, что невозможно что-либо мне вообще было сделать, так, немножко царапали чуть-чуть обшивочку на моем скафандре, на моих юнитах, видите, полностью синергия вся открыта, по-моему, тут полностью все технологии, а, ну вот, собственно, вот вы сейчас видите, вот так вот, вот открываешь технологии, вот такой черный экран, и все, это лечится, и на самом деле тут у нас вот ошибка уже вылезла, вот эта ошибка, и все, и надо заново запускать, в общем, спасибо, что смотрели, играйте в умные игры, и, наверное, больше Beyond Tours на канале уже не будет, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео, пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий, и поделиться этим видео со своими друзьями, или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране, играйте в умные игры, и всем пока.